Я хотел бы пригласить, я вижу уже здесь есть, представитель Евангельской Церкви, протестантской, пастор Виталий Вознюк. Давайте поприветствуем. Виталий, спасибо. Всем мир благословений. Несколько уже слушаю выступлений. Я реально понимаю, что, наверное, пришло новое время для нации, для страны в целом, что мы говорим сегодня о самых главных ценностях, которые есть, это семья, и отсюда мы никуда не можем уйти. И эта работа, наверное, не просто каких-то суперпосвященных групп, которые взяли на себя ответственность, и им как бы покоя нет заниматься семьей. Но быстрее всего, наверное, то, чего сегодня больше всего не хватает, это чтобы из вот этого такой группы людей, которые здесь есть, оно перешло в массы. И я верю в то, что, ну, первое, самое, что самая большая ответственность – это на церкви. И, ну, как бы при всем уважении тех организаций, которые здесь представлены, которые занимаются этим, хотел бы просить вас, в первую очередь, тоже опирайтесь на церкви. Вы все равно будете брать людей оттуда, вы все равно будете терпать ресурс из уже людей, которые, ну, скажем так, подняли планку своей морали и жизни уже в библейском основании. Поэтому не игнорируйте церковь как пассивную часть, ну, скажем, хороших семейных проектов, потому что практически самое большое количество сегодня людей, которые могут говорить открытым текстом про ценности семьи, а они уже собраны в церквях. Поэтому очень правильно иметь такое тесное взаимодействие. И хотелось бы здесь видеть, ну, пару десятков хотя бы епископов национальных, которые к этому, ну, прилагают свои усилия, старания. И это было бы очень классно. Ну, что говоря про детские ценности, про работу с сиротами, знаете, ну, часто так есть, что вот я занимаюсь этим, поэтому это самое важное, а ты занимаешься другим служением, поэтому это менее важно. Но нет важных, более-менее важных, то есть мы говорим о взаимодействии, то есть, ну, толку из того, что у тебя все тело здоровое, но ты уронил гирю на палец большой на ноге, и ты не можешь никуда не пойти и ничего сделать. То есть так же само здесь. Мы можем, ну, как бы сегодня покрыть одну нужду и оставить непокрытыми другие нужды. Если страдает один член, с ним страдает все тело. Поэтому, ну, мой бы призыв был о том, чтобы, если у вас классно получается вот в этой отрасли, давайте мы просто присоединимся в этой отрасли, пойдем с вами, а в той части, где у нас получается, приходите, и мы сделаем вместе. И мы не будем делить на, ну, более важное, менее важное. Нам нужно все общество исцелять. Наше общество все сегодня переходит в такую некую болезнь. И, ну, пока церковь, она не очнется по-настоящему, общество не исцелится. Мы все это осознаем, мы все это говорим. Поэтому вот этот импульс, он должен прийти сегодня изнутри, из тела церкви Христова, чтобы просто принести это благословение. Я, первый наш детский дом мы начали в 92-м году. Сегодня в нашем объединении там больше, ну, скажу так, почти 30-29 много семейных детских домов, которые функционируют. Я благословен тем, что мы можем служить детям-сиротам. У нас прошло 8200 переселенцев только через нашу церковь, которые заполнили анкету, которые жили, которых мы кормили. Там некоторых до сегодняшнего дня продолжаем кормить и помогать им. И это все нужная работа. У нас есть около 300 капеланов, которые служат сегодня на передовой, которые служат не только там, а и возвращаясь сюда, приходят в воинские части, служат. Все эти вещи очень важны. Но я хочу, чтобы правильно мы понимали, сегодня настало то время, когда нам нечего делить, нам нужно объединяться. Объединяться за пределами, знаете, просто названий, конфессий, служений. Объединяться ради того, чтобы принести вот эту хорошую инъекцию в нашу нацию. Потому что дьяволу интересно рассеять, как пшеницу людей. А Божий народ, он должен собираться и в себе консолидировать, объединять вот все те усилия, которые приведут нашу нацию на принципиально новую ступеньку, где мы еще не были. Наши отцы, наши деды, они сделали свою инвестицию. Они выбрали эту свободу. Нам двери открылись свободы. Мы можем сегодня проповедовать, мы можем служить. И это Божья благодать сделала. Но теперь нам нужно сегодня что-то сделать, чтобы наши дети, уже наши внуки, они умножили все это влияние христианских ценностей, умножили на Европу. Умножили это на часть русскоговорящего бывшего Советского Союза. И я верю в то, что все, что у нас колотится сегодня там на Востоке, этому есть только одна причина. Потому что у нашей нации есть огромная судьба нести просветительскую деятельность в Европе и в русскоговорящем мире, как у Украины. И из-за этого кому-то это не нравится. Из-за этого мы проходим вот это, ну, если можно сказать так громко, в Чистилище, которое нам так необходимо. Поэтому я думаю, что нам, мой призыв, стоит объединиться вокруг Христа. Ничего другого, кроме Его морали, Его доброты, Его любви, нас не объединит. Послушайте, никакие программы, никакие там, ну, отдельные выщипанные ценности, они не будут важнее самого Христа. И я говорю, тем более не какие-то политические или там общественные движения, они не станут важнее, чем Христос. Поэтому у нас есть общий знаменатель, у нас есть апостольский символ веры, который мы абсолютно все одинаково читаем, одинаково признаем. И нам нужно просто объединить усилия и пойти дальше. У кого-то есть хорошая программа для детей, для подростков, для молодежи, у кого-то есть хорошие лагеря, у кого-то есть еще что-то. Давайте сделаем это общедоступным, давайте через общие ресурсы наши принесем это и скажем, пусть это благословит нашу нацию. Желаю искренне всем вам, чтобы плоды ваши не только были, а и оставались после вас, и чтобы они переросли в вас и ваши возможности сегодняшние. Желаю искренне каждому из вас, чтобы то, что Бог вложил в ваше сердце и положил на вас ответственность исполнять в это время в этой нации, чтобы оно было исполнено. Чтобы ничто и никто не помешал вам сделать то, к чему вы призваны. Да благословит вас Бог! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!